Инфляция, подражание стройматериалов за должность более полумиллиарда. Вопрос о регулировании минимального взноса на капремонт многоквартирных домов начал стремительно нарастать уже давно. Последний раз данные индексировали 6 лет назад. Так что, наверное, все понимали, повышение неизбежно. В прошлом году прошло подражание строительных материалов. По ряду позиций до 200%, где-то 60, 40, 70%. Мы с вами живем в области, где с 2015 по 2020 год не повышались никакие тарифы. Экономическая ситуация потребовала вернуться к ценовой реальности сегодняшнего дня. Более 120 аукционов, треть приходится на «Орел» не состоялись в 2021 году из-за невозможности провести капремонт домов по неактуальным проектным ценам на стройматериалы и инженерно-строительные работы. Произведен перерасчет тарифа со стартового значения 2014 года по официальному курсу инфляции за истекшие года. В итоге прирост размера взноса составил 2 рубля 63 копейки, а сам взнос 9 рублей 49 копеек за квадратный метр. Эту цифру многие восприняли в штыки. Сначала государство само как-то справлялось, затем переложили на граждан. Кто цены на стройматериалы поднял, тот пусть и платит. Это незаконное повышение. Нельзя повышать больше, чем величина инфляции. Такое повышение обосновано чем? Прокуратура, проверьте, пожалуйста, правильно ли? Это который фонд капитального ремонта? За что я туда плачу? Этот фонд ничего в моем доме не сделал. При этом авторы едких комментариев не упоминают о росте цен на стройматериалы на 30-40% за последний год. К тому же комментаторы соцсетей настойчиво называют взнос на капремонт тарифом. На самом же деле речь идет о средствах граждан, которые они накапливают на ремонт своего же собственного жилья. Перед тем, как вы ставите вопрос о повышении взносов, вы покажите, что вы смогли организовать работу на том уровне, когда работа регионального фонда не будет подвергаться оценкам в рамках уголовно-проуголовного кодекса. В отношении одних руководителей фонда уже дело находится в суде, рассматривается по существу. Пришли другие, стали фигурантами следующего уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях должностными полномочиями. Как еще? Каким еще образом вас простимулировать? Организовать работу? Несмотря на весомые, казалось бы, аргументы, приведенные департаментом ЖКХ о необходимости увеличения взносов... Очевидно, что даже повышение тарифа в 2022 году на 38% по уровню 2021 года несопоставимо с ростом цен на строиматериалы, которые, по прогнозуным экспертом строительного рынка, продолжатся и в 2022 году. Большая часть парламентариев на минувшей сессии высказалась категорически против. Прежде всего, давайте наведем порядок с работой фонда, а потом будем разговаривать с жителями, публично обсуждать тот или иной тариф. Впрочем, выступили депутаты не против самого повышения, а лишь суммы за квадратный метр. Парламентарии предложили провести индексацию на уровне инфляции и дойти тем самым до усредненных значений других областей. При этом осталось неуслышанным, что увеличение взноса в абсолютном выражении составляет 2 рубля 63 копейки за квадратный метр. В среднем, по сравнению с 2021 годом, плата за типовую однокомнатную квартиру в Хрущевке увеличится на 100 рублей, за двухкомнатную панельную квартиру на 150 рублей, за трехкомнатную квартиру на 200 рублей в месяц. Не обратили внимания и на то, что на четверти населения области льготниках это повышение практически вообще не отразится. Им выплачиваются компенсации от 30 до 100 процентов платежа за капитальный ремонт. Впрочем, депутаты приняли решение рекомендовать региональному парламенту взнос на капремонт пересмотреть. Принимать непопулярное решение народные избранники не спешат. Анастасия Гришина, Андрей Погосян, телеканал Первый областной.